Иван, ну тут, понимаете, сомнения. А на чём они базируются? Сомнений просто так не бывает. Сомнения на чём-то базируются, на чём-то. Вот на чём они у вас базируются? В принципе, любые сомнения хороши. Вопроса нет. Но сомнения устраняются рассуждениями и знаниями. Вот только так. Если вы в чём-то сомневаетесь, надо больше узнать по этому вопросу. Например, я тут, меня попросили как бы поучаствовать в одном деле в виде консультанта. И там тоже очень любопытно, значит, дело. Быстро расскажу. Ну давайте сейчас, давайте паузу сделаем, как хотите. Смысл простой. Фабулу не буду рассказывать. Идея какая? Неправильно выбран способ защиты. То есть, истец предъявляет негаторный иск. Что такое негаторный иск? Да, устранение пользования и так далее без лишения владения. По-моему, 34 ГК, да? А требование из него не вытекает вообще. Потому что требование вообще непонятно откуда взялось. Так как владения он и не имеет. И в принципе, раз он говорит, что у него доступ к своей собственности закрыт, да, то там надо либо сервитут устанавливать, да, либо требовать из незаконного владения изъятия. Там объект стоит на территории, туда его не пускают. То есть, ведикация. Очень интересно. Очень интересно. И в том смысле, что, смотрите, значит, способ неправильный. Неправильный. Требование вообще непонятно, на чем основано, так как это совершенно понятно, негаторный, да, то есть характер имеет. И тоже, наверное, сам не ведикационный. Но вопрос заключается в следующем. Если выбор неправильный способ защиты, иск отклоняется или рассматривается? Отказ. Сразу причем. Вот смотрите, что раньше практика была такая, что если способ защиты выбран неверно, тут же все прекращалось. Отказ. А теперь как бы свободу усмотрения судей этим нарушается. Мол, они сами могут. Вполне вероятно. Никто и не спорит. Да, пожалуйста. И, кстати говоря, такое бывает. Но, если суд может изменить обоснование, даже способ защиты, об этом речь идет, то может ли суд изменить требование? Я думаю, что нет. Понимаете? Вот поэтому и речь, что рамка существует. Если требование, как бы, виндикационное, а иск негаторный, то тогда суд может сделать виндикационное, да, способ защиты, и тогда все будет нормально. Требование-то, да, из иска характера. А тут получается, что и так, и так нельзя. Вот мы на этом хотим сыграть. Вот это будет очень интересно.